МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир канала «Россия-1» продолжает программа «Весть и Хакасия. События недели» в студии Максим Соболев. Здравствуйте. Обзор самых важных событий в материалах наших корреспондентов. Итак, мы начинаем. Шесть лет основным фигурантам. Есть и те, кто отделался условными сроками. В суде вынесен приговор по делу об аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. Соцнормы не будет. Тарифы на электроэнергию Хакасии в 2015-м хоть и вырастут, но незначительно. Не пожалели земляка. Убийцам владельца кафе Туран вынесен приговор. 41 год на троих. Начинаем наш выпуск с обзора основных событий. Главной темой недели, конечно же, стал суд по делу об аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. По шесть лет тюрьмы получили главные обвиняемые. Приговор зачитывали два дня. Напомним, в результате трагедии 17 августа 2009 года погибли 75 человек. Почти 200, а это родственники погибших и работники станции, были признаны потерпевшими. На скамье подсудимых семь человек из высшего руководства станции. Почти пять лет длилось следствие и судебное разбирательство. По версии стороны обвинения, подсудимые допускали работу гидроагрегата номер два в неудовлетворительном состоянии, что и привело к аварии. Вердикт суда – директор ГЭС Николай Неволько и главный инженер станции Андрей Митрофанов проведут шесть лет в колонии общего режима. Зам главного инженера Евгений Шерварли – пять с половиной лет. Еще один заместитель – Геннадий Никитенко – пять лет и девять месяцев. По четыре года и шесть месяцев условно получили работники службы мониторинга оборудования ГЭС Александр Матвиенко и Александр Клюкач. Владимир Белобородов попал под амнистию. На приговор потерпевшие отреагировали по-разному. Удовлетворило решение не всех. В любом случае, у обеих сторон есть время на обжалование приговора. При осмотрении настоящего уголовного дела судом допущены существеннейшие, на мой взгляд, защитника нарушения норм процессуального и материального права, что не позволяет считать с точки зрения защитника, я защищаю господина Митрофанова, приговор законным, обоснованным и справедливым. В связи с этим он, безусловно, ему подлежит обжалованию. Приговор суда совпадает с позицией государственного обвинения. При вручении приговор будет проверен на наличие оснований для апелляционного обжалования. На этой неделе Верховный суд Хакассии вынес приговор по еще одному нашумевшему делу. Осудили убийц владельца кафе Туран. На скамье подсудимых трое человек, один из них личность в криминальном мире широко известная. 62-летний Исраил Гамбаров, главарь банды, которая в 90-х нападала на таксистов в Хакассии, Туве и Томской области. На счету его шайки 12 убийств. В 99-м по закону на то время он получил 14 лет. Это было максимумом. Гамбарова освободили досрочно, и вот теперь ему грозило пожизненное. За 13-е убийство в карьере. Исраил Гамбаров был старшим в банде, жертвой которой в ноябре 13-го стал бизнесмен Тимур Заргаров. Вместе с двумя подельниками и собственным 25-летним племянником он застрелил бизнесмена во дворе дома. На его же Мерседесе вывез за Северную дамбу и бросил. Только спустя неделю удалось найти спрятанную машину, а в ней – тело убитого бизнесмена. Преступников удалось задержать в Варнауле. После расправы они успели ограбить квартиру предпринимателя, но нашли только 120 тысяч. Наводка о крупной сумме, по-видимому, не подтвердилась. 11 декабря присяжные признали их виновными, затем суд вынес приговор. Окончательно назначить Гамбарову из правильного наказания в виде лишения свободы на срок 24 года 6 месяцев в исправительной колонии особого режима. Гамбару Аджавидов, Азилия Агны, признать виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 5 ст. 93. В части 3 ст. 162 КАРА и назначено наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет в исправительной колонии строгого режима. Окончательно назначено наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет. Социальной нормы на электроэнергию в ХКС в новом году не будет. Ее введение отложено на год. Тарифы на электроэнергию для населения хоть и вырастут, но незначительно. Решение об этом принято Госкомитетом по тарифам и энергетике республики. По данным ХКС стата, рост цен в республике с начала года на ноябрь составил около 8%, на продукты питания почти 11%. В декабре многие продукты еще подорожали. Больше всего свежие огурцы и помидоры, гречка и куриные яйца в среднем на 20%. В связи с ростом курса доллара, эксперты прогнозируют заметное увеличение цен на большинство импортных товаров после нового года. Вдобавок ко всему, в 2015-м повысятся тарифы на электроэнергию. Рост для ХКС установлен по максимуму, разрешенному для нашего региона федеральной службой по тарифам. Но есть и позитивная информация. Могу сразу сказать, что в первое полугодие тариф не изменится, то есть останется на сегодняшнем уровне. А со второго полугодия тариф вырастет на 9,5% и составит рубль 84. То есть это без коэффициента 0,7. Коэффициент 0,7 мы также сохраняем. Он остается для домов с электропищеприготовлением. У нас и для сельской местности. Можно сказать, что на сегодняшний день сохраняется самая низкая цена по сибирскому федеральному округу. Именно цены на электроэнергию. Иными словами, с июля жители сел и домов с электроплитами станут платить за киловатт-час на 11 копеек больше. А для тех, у кого есть газ, на 16 копеек. И еще. Введение социальной нормы потребления электроэнергии откладывается в нашей республике как минимум на год. На Первомайской площади в Абакане состоялось торжественное открытие ледового городка и республиканской елки. Встречать Новый год у дома правительства для жителей республики стало доброй традицией. Зима в этом году теплая, но малоснежная. В Абакане традиционно новогодние фигуры делают изо льда. В этот раз площадь украсила флора и фауна Сибири, лабиринт и даже каток. А в центре – 20-метровая новогодняя ель. Для пришедших на праздник гостей организаторы подготовили красочное представление. Папури из ярких танцев и песен любимых советских кинофильмов подарили артисты филармонии. Зрителям не дали скучать два главных героя – коза и овца. Они сражались за честь называться символом года. Поздравили горожан с наступающим праздником Дед Мороз со Снегурочкой. И глава Хакассии Виктор Зимин. Именно по его инициативе 4 года назад на Первомайской площади появилась главная республиканская ель. Настоящий праздник пришел и в Абазинский детский дом. Воспитанников поздравили депутаты Верховного совета Хакассии. Они шествуют над учреждением, поэтому их приезды ребята с нетерпением ждут каждый год. Женя, дай я посмотрю потом. Ого! Бритва, по-моему. Визит Юрия Шпигальских для воспитанников детского дома – событие всегда долгожданное. И дело не только в приятных и нужных подарках, которым здесь, безусловно, рады. Главное – это внимание и общение. В нем ребята из детского дома нуждаются особенно. У нас замечательная традиция. Существует в нашем детском доме уже несколько лет. К нам приезжает Юрий Александрович и поздравляет наших деток с днем рождения. Вручает им подарочки. В тесном, дружном кругу проходит дружественная беседа. Дни принужденные абсолютно. Дети делятся своими впечатлениями, своими достижениями по году, по результатам года. Подарки в канун Нового года получили именинники, чей день рождения пришелся на вторую половину уходящего года. Ребятам постарше достались косметические наборы, малышам – игрушки. И, конечно, для всех – праздничное чаепитие. Подарки для детей, наличные средства подготовили депутаты фракции «Единая Россия». Шефство над Абазинским детским домом они взяли несколько лет назад. К детям приезжают не только в канун праздников. В течение года они помогают решить самые разные вопросы и проблемы, которых у детского дома достаточно. Мы очень внимательно слежим ситуацию в целом по этому учреждению. Мы выделяли в течение прошлого года, в 2013 году, серьезные ресурсы на обустройство. Мы покупаем вещи, связанные с мебелью, обновляем. Этому уделяется большое внимание. Сейчас вопрос стоит о ограждении. Об этом мне уже давно говорят. Мы ресурсы выделяли. К сожалению, они тут в силу разных причин не освоили. Сейчас к этой теме будем возвращаться заново. Когда ребята взрослеют и покидают стены родного детского дома, опекунство и внимание со стороны Верховного Совета не прекращается. Депутаты знают историю и судьбу практически каждого ребенка и по возможности стараются помочь при дальнейшем поступлении. Есть ребята, на которых мы обращаем внимание и сегодня идут сюда, я беседовал. Они уже знают, есть такое понятие школа Олимпийского резерва и талантливые спортсмены. Мы создаем условия, они по сути дела получают, там уже специальность, либо он профессиональный игрок, или спортсмен профессиональный, либо будущий тренер. Вот такие условия тоже создаются. В центре внимания Юрия Шпигальских не только детский дом. Вместе со своими помощниками в Абазе Юрий Александрович проводит личные приемы граждан и встречается с местными общественными организациями. В городе бывает, Юрий Александрович, не только на каких-то официальных приемах, то есть мы посещаем различные предприятия, учреждения, встречаемся с общественными организациями. Вот предыдущая встреча, например, была женским советом, до этого встречались с обществом инвалидов, с советом ветеранов. То есть человек владеет ситуацией в городе и знает практически все, что происходит здесь. У кого какие проблемы, у кого какие радости, он все это знает. Особый город, особая территория связана, безусловно, с удаленностью, связана с тем, что, к сожалению, практически ежегодно у них возникают проблемы с паводком. Вот прошлый паводок, вы знаете, очень серьезный был. До этого были такие подобные события, поэтому здесь вот дремать никому не дают, обстановка такова. Ну и сам по себе народ, я считаю, что он как одна семья был достаточно дружный. Поэтому вот Абаза именно такая. В следующем году активная работа депутатов фракции «Единая Россия» на территории Абазы будет продолжена. В числе первых планируется решить вопрос с автобусом для местных школьников. Здесь рядом школа, и мы только что, буквально неделю назад, тему изучали. Думаю, что в условиях следующего года будет принято решение. Городской школе, подчеркиваю, не сельской, городской будет выделен автобус, приобретен за счет республиканских ресурсов, для того, чтобы часть детей возить на другую сторону, скажем так, в более хорошие условия для обучения, для занятия спортом. Олеся Калинченко, Сергей Казьмин, Вести, Хакасия. Подготовка к Новому году вышла на финишную прямую. Праздничный стол, согласно статистике, станет самой затратной статьей для семейного бюджета после подарков. Наши корреспонденты попытались подсчитать, во сколько обойдется новогоднее угощение. В частности, легендарный тазик Оливье. А меня вот к вам потянуло. Думаю, Новый год не выгоните. А вас, смотрю, саму выгнали. Звать на Новый год тех, кому его не с кем отметить, это одна из самых странных новогодних традиций в России. Но больше всего удивляет то, с каким размахом мы празднуем Новый год. Будто это национальное торжество. Главным образом поражает праздничный стол. Просто миссия каждого россиянина съесть за новогодние каникулы как можно больше. И мы решили посчитать, сколько будет стоить праздник без излишеств. На новогоднем столе у нас будет курица, нарезка копченой колбасы и сыра, простой салат из помидоров и огурцов, из фруктов только яблоки и мандарины, шоколадные конфеты, торт, алкоголь по минимуму, только шампанское и водка, ну и, конечно, Оливье и сельд под шубой. Мерить будем не порциями, а по-народному тазиками. Хоть стол мы накрываем и достаточно скромным, но список продуктов получился внушительным. 21 наименование. В общей сложности домой нам нужно принести больше 20 килограммов разных продуктов. Идем на республиканский рынок, потому как здесь действует главный закон собственно рынка. Можно торговаться. Первый же прилавок – мясные деликатесы. Колбаса вареная за 290 рублей, полкилограмма копченой за 150. Столько же сыра – 172 рубля. На все овощи к салатам мы потратили 330 рублей. Для Оливье и сельди под шубой берем литровую банку майонеза за 50 рублей. 160 рублей платим за килограмм помидор, но есть дешевле, даже 90. А вот огурцы – 280. Дороже них в нашей корзине пока только колбаса. За 250 рублей берем тушку курицы, вес – полтора килограмма. Яйцо на рынке по 40 рублей за десяток. Две больших сельди нам уступают за 50 рублей, а вот самая дорогая покупка – шоколадные конфеты. Они в среднем по 250 рублей, а нам надо 2 килограмма. Почти килограммовый торт обошелся в 350 рублей, а фрукты – 2 килограмма мандаринов – 200 рублей, а килограмм яблок после торгов нам уступают за 65 рублей. Алкоголя на рынке нет, и мы покупаем в магазине. Литр недорогой водки в среднем 300 рублей, а на игристое вино сейчас как раз акции. Шампанское находим за 100 рублей. Итог – 3287 рублей. Это очень маленькая сумма. Я рассчитывала тысяч на 10 минимум. Что бы я добавила? Икру красную, где вы потеряли, фрукты, овощи. Алкоголь бы я убрала, заменила бы соком, морсом. Наверное, ничего. Вполне достаточно. Вот то есть традиционный, да? И вы планируете? То же самое. Хватит. На средне небольшая, я считаю, что какие-то излишки закупать, готовить, ну просто нет смысла. Поэтому у нас вполне бюджетный вариант, но мы себе там не отказываем в каких-то лакомствах, допустим, в этот вечер. А я бы добавила рыбку красненькую. Самое главное, у нас у меня все мужики, мужчины, это рыбаки. Вы знаете, изумительные рыбаки, поэтому без рыбы у нас ни один стол не обходится. Засолки свои, все свое. Ну там шампанское, там прочее, даже не скажу. Я уже много потратила и потом не считала. Социальные опросы показали, что даже в кризис россияне готовы отказаться от чего угодно, только не от шикарного стола на Новый год. Экономят на нем в последнюю очередь. Уж очень крепкая сложилась традиция, так что фраза «как встретишь Новый год, так его и проведешь» по-прежнему актуальна. Елена Крылова, Антон Новожилов, Игорь Брюханов. Вести, Хакасия. События недели. Впрочем, у кого-то праздник уже начался. Детские утренники стартовали по всей республике. Школы и сады наводнили феи, зайчата, снежинки и роботы. Сегодня проблемы найти карнавальный костюм нет. В магазинах сказочные герои на любой выбор. А тот, кто гонится за оригинальностью, шьет костюм сам, так как это делали наши мамы и бабушки. Шить или купить? Этот вопрос в канун Нового года встает практически перед каждой мамой, чьи дети ходят в детский сад или начальную школу. Ольга воспитывает дочь Ксюшу. Карнавальный костюм для своей девочки всегда шьет сама. Были бабочкой, конфеткой. Нынче решили стать Снегурочкой. Костюм Снегурочки стоит не меньше трех тысяч, три шестьсотых выше. Это в зависимости от модели и как он пошит, смехом или без. А так костюм в среднем стоит, ну, в магазинах где-то, ну, можно поискать за две тысячи. Ольге новогодний наряд для дочери обошелся всего в шестьсот рублей. На прилавках подобный костюм стоит в разы дороже. Но, несмотря на это, современные родители все чаще предпочитают наряжать ребенка в магазине. Раньше я шила сама костюмы сыну, но теперь дочери я покупаю костюмы, как бы не хватает времени. Ну, и сейчас такое изобилие, что можно. То есть, 14 лет назад такого изобилия не было. Индустрия пошива новогодних костюмов очень чутко реагирует на желания потребителей, то есть детей. Вкусы подрастающего поколения уже давно формируют не родители, а телевизор и интернет. Поэтому незаменимым лидером продаж, который год подряд является Человек-паук, в этом сезоне его немного потеснили черепашки-нидзя. Мама предлагает, давай кота в сапогах или мушкетера, мальчик смотрит, говорит, это кто? То есть, такой сказки даже и не смотрят. Они больше смотрят, что это девочки-фей, черепашек-нидзя, где им надо прыгать, бегать, летать. Карнавальный костюм – неотъемлемый атрибут детских утренников, начиная с 30-х годов прошлого века. Моду формировали несколько факторов. Во-первых, достаток. Большинство советских граждан жили скромно. Поэтому мальчики-зайчики, а девочки-снежинки был самым недорогим и милым вариантом. Ну, самый запоминающийся – это, наверное, русская красавица. Мама делала. Мы делали его вместе с папой. Наверное, снежинка. Королева снежная. В основном такие были костюмчики. У меня была мечта тогда все-таки быть в костюме Фиделя Кастро. Влияла на новогодние персонажи и геополитическая ситуация. Например, в 60-х были популярны костюмы космонавтов или ракет. В 70-е делали наряды в знак солидарности с угнетенным африканским народом. В 80-е появились первые джинсы, а вместе с ними и ковбойские костюмы. А сколько было порезано и перешито маминых свадебных платьев – сосчитать невозможно. Ну, конечно, самый дорогой костюм – это, естественно, сделанный руками мамы. Это был четвертый класс, костюм снежной королевы. Свадебное платье стало жертвой детского утренника. И, конечно, потом, несколько лет подряд, происходили всевозможные трансформации в снежинку, в королеву, опять же, в принцессу. Шить или купить – и у того, и у другого варианта свои плюсы и минусы. Но есть два момента, ради которых стоит достать швейную машинку и вспомнить школьный курс кройки и шитья. Мама, помимо блесток и мышеры, обязательно добавит к наряду праздничное настроение. А с годами, даже если костюм не сохранится, останутся самые теплые воспоминания, которые в магазинах не продаются. Олеся Калинченко, Сергей Казьмин, Антон Новожилов, Игорь Брюханов. Вести. Хакасия. Далее эфир продолжит наша юбилейная рубрика. К 55-летию ГТРК «Хакасия» мы встретились с самыми яркими творческими личностями – ветеранами гостелерадиокомпании. Смену эпох они видели через объектив кино и видеокамеры. Сегодня гость нашей студии – Александр Мефодьевич. Пустовойт – легендарный кинооператор. А я с вами прощаюсь до следующего года. Встретимся уже в январе, чтобы подвести итоги и проанализировать события длинных каникул. С наступающим вас Новым годом. Я желаю вам хорошего года. Здравствуйте! Мы продолжаем юбилейный цикл передач, посвященный 55-летию гостелерадиокомпании «Хакасия». Пришло время встретиться с теми, кто посвятил свою жизнь телевидению и вспомнить тех, кто стоял у самых истоков. Сделать это нам поможет наш сегодняшний гость. Кинооператор, видеооператор, отличник телевидения и радио СССР, заслуженный работник культуры России – Александр Мефодьевич Пустовойт. Александр Мефодьевич, здравствуйте! Здравствуйте! Александр Мефодьевич, прежде всего спасибо огромное, что нашли время и желание прийти к нам в студию. В одном из ваших интервью вы сказали, что стали кинооператором после того, как сняли «Хрущева». Это так? Ну так, но... Расскажите, как это было? Ну, снимали «Хрущева» мы в Красноярске, когда он был на шиномонтажной, не шиномонтажной, завод, шин какой-то там был новый пущен. Это был 62-й год, наверное. Ну, работал я тогда на Иркутской студии кинохроники, и вот мы снимали прибытие «Хрущева», «Красноярск». Там произошел такой, ну, я не знаю, смешной, не смешной случай. Операторов много было, там со всего Союза снимали, вот. А я еще молодой был, и мимо меня, я находился на противоположной стороне конвейера, шел конвейер с шинами. А там шины огромные, большие, тяжелые, килограмм по 300 каждая. Я решил, что конвейер выдержит меня. Я на него запрыгнул на эту шину, на конвейер, и мимо «Хрущева» проехал со снятой камерой. А Никита Сергеевич это видел сам? Ну, конечно. Ну, и вот и все, и проехал, снял его, и через какое-то время меня за шиворот сдернули с этого контейнера, конвейера. А вообще инициатива наказуема? Вам что-то было за это? Нет, ничего не было. Так более того, вы скромничаете? Я хотел поругаться с тем, кто меня сдернул, но там все стояли, радостные, рабочие, все приветствовали Никиту Сергеевича. А ведь по факту оказалось, что эти кадры стали лучшими, да? Нет, нет, нет. Не скромничаете и взяли. Ну, просто взяли. Да, да, да. И показали на весь Советский Союз. Да. Александр Михайлович, вы уже упомянули Иркутскую телестудию, да? Нет, Иркутскую студию кинохронику. Вот так. И после нее вы пришли на Абаканскую телестудию в 1963 году. Да. Давайте посмотрим, каким вы пришли. Ну, а-ка посмотрим. Да. Да. Ну, примечательная личность, так скажем. Помните эти годы вообще впечатления от Абаканской телестудии? Ведь телевидение только зарождалось. Ну, конечно, помню. Господи, пришли, ни камеры, ничего здесь не было. Ну, вот я пришел. Как раз киногруппа формировалась. Уже, по-моему, было 4 или 5 человек кинооператоров. Петя Сиднев. Он как раз передо мной пришел. Нечаев был, помню. А, и был старейший оператор тоже со студии кинохроники с Иркутской. Казмин. Рафаэль Минеевич. Ну, киногруппа была довольно дружной такой, коллектив. А правда, что был настоящий телевизионный режиссер с какой-то высшей партийной школой? Ну, был такой. Икар Карский. Да, через какое-то время. Икар Ильич Карский, да. Расскажите, вам довелось же с ним поработать? Карский, он сейчас жив. Почему был он? Ну, сейчас жив. В Израиле он находится. Вот. И вот недавно он звонил мне, ему, по-моему, ну, 85 лет. А в Хакайси он откуда приехал? Из Ленинграда. Да. Тогда обращали внимание на кадры. Мы все учились. Через каждые пять лет отправлялись в Москву на курсы повышения квалификации. Режиссеры, операторы и журналисты. Скажите, а вот было ощущение, что причастны к чему-то очень значимому? Ведь телевидение, ну, фактически вы были свидетелями, да, зарождения телевидения в республике. Вы были единичные люди? Да, мы вот принимали участие во всех событиях. То есть все союзные стройки как раз на территории нашей тогда области. И начиналась стройка Саяна-Шушинская ГЭС. У нас сохранились эти кадры. Давайте посмотрим. Да, давайте посмотрим. То есть вы действительно помните то время, когда на месте ГЭС вообще бежал Енисей, была тайга? Бежал Енисей, да, 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 да. Вот в тот момент верилось, что действительно возможно это реализовать, вот все планы, которые... Ну, все верилось, конечно. То есть, будучи там, вы видели, как все начиналось и не сомневались? Конечно, конечно, стояли. Мы начинали, когда Джой был, Саяна-Шинская ГЭС. Нам больше всего нравился Джой. Но по природе самое красивое место было. Более узкое такое, красивое очень место было. Вы вот наблюдали, как покорялся Енисей. Были ли сложности именно в процессе съемок? Приходилось ли что-то изобретать, я не знаю, как-то приспосабливаться? Ведь походные условия экстремальные. Ну, просто тяжелые были условия для съемок. Не очень легкие. С камерой походить по горам. А сколько она весила? Просто это... Которая в телевидении, ну, в телевидении она была более легкая. 6 килограмм весила. Только это потаскает все равно. Ну, это камера. А к ней аккумулятор, который килограмма 4, серебряно-цинковые у нас были. Кроме того, кассетник и все так. Килограмм 16, наверное, на операторе было. И вы по горам, за проходчиками? Да, да. Как люди? По непроходимым еще горам. Вот там-то мы... Первыми были? Первыми были, да. Первопроходчики. Там людей не было, конечно. Как люди вас воспринимали? Вот, которые, казалось бы, далеки, да, от творческих профессий, от кино. Они делали такое тяжелое. Ну, воспринимали нас хорошо. То, что мы его ждали, пуска первого агрегата, наверное, дней 20. И это уже было холодно. И представляете, вот все 20 дней мы сидим в машине, которая целый день работает, чтобы она не замерзла. Ожидали. После ГЭС были другие съемки. Абакан Тэшетра. Да, кадры легендарные, которые хроника сегодня, особая ценность у нее, и она хранится у нас в архиве. Давайте посмотрим. Давайте. Снега, Сибирь. Да. Ну, это уже... Тяжело было тоже снимать? Ну, когда в таком положении, то это не очень тяжело. Это уже цивилизация. А когда мы начинали снимать, вообще ничего не было. А вообще, ведь говорят, что действительно прокладывать вот эту дорогу, это было настоящее мужество. И я не сомневаюсь, что и операторам фиксировать это тоже наверняка были какие-то случаи. Да, мы же старались приехать или со строителем, или даже несколько впереди. Район глухой был. Памятные кадры есть какие-то? То, чем, может быть, гордитесь? Самое памятное у нас для нас были, это сбойки в тоннелях. Вот в Крольском тоннеле мы эту сбойку ждали, наверное, дня три. Но нам сказали, что сегодня будет сбойка. Это когда с той стороны бур проходит, и с этой стороны бур проходит. Вот и две дырочки эти. Появляется это. И вот мы эти три-четыре дня иногда сидишь в тоннеле, вода сверху капает, холодно, делать нечего. Но доходили слухи, что вот там осталось, там полметра, там осталось, а сколько-то. И, как всегда, это было неожиданно. В последний момент. Да, в последний момент. А нам-то надо, потому что у нас килограмм 20 света, киловатт 20 света, который стоит, но не включен. Вот. А нам надо его успеть включить чуть-чуть раньше, пока оттуда этот бур не покажется. Вот и все. Но успевали? Успевали, успевали. Расскажите о вождях тех, кого вы лично видели и снимали. Я к вождям до никакого отношения не имею. Но только что снимал это все, что в Хакасии были. Ну, перечислите просто так, на вскидку. На вскидку? Хрущев мы уже знаем. Да, но Хрущев Красноярск был, да, а здесь Черненко. Мы много его снимали, Черненко. И он приезжал, видимо, не Саяна, Шушинскую, не Абакан, Тайшет, не это, не какие-то промышленные предприятия. А он родом был из Новоселова. После Черненко, наверное, Горбачев приезжал. Мы знаем, что есть какая-то история связана. С Шушинской был. Мы ждали Горбачева из Норильска. Но в той комнате, где мы сидели, сидит офицер госбезопасности. Пришел с большим-большим букетом роз. И сидит, что-то там с этими розами занимается, перебирает их. Потом ножницы принесли, он сидит и эти обрезает. Шипы? Шипы. Ну, мы поинтересовались, зачем он эти шипы режет. Чтобы Раиса Сергеевна руки не уколола. В документальном кино было, вот когда на сюжет, это же все было расписано, то у нас два дня было ознакомительных. То есть, если мы приезжали снимать, например, в коровник, то мы два дня знакомились с коровами, ходили. Именно такими специалистами становились. Например, не прощалось, если я неправильно вдруг с нарушением техники безопасности снял токаря. Я должен был знать, чего у меня в кадре может быть, чего не может быть. Мы приезжаем, и я сдал в проявление пленку, то, как правило, домой не уходишь. И успокаиваешься только тогда, когда первые кадры появились в проявочной машине. Привозили всегда много пленки. То есть, если мы поезжали в командировку, то обязательно метров 200-300 мы снимали. Мы, в свою очередь, хотим вас поздравить с нашим юбилеем, потому что вы причастны и стояли у истоков его рождения. Спасибо еще раз. Да, да. Ну и вам спасибо. 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 Субтитры подогнал «Симон»